Мир вам, друзья! Занимайте ваши места и откройте ваши Библии, если вы их еще носите с собой в собрании. Откройте ваши Библии в послании евреям, 9 глава, с 24 текста. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник, входит во святилище каждогодно с чужою кровью. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвы Своей. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится. Не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения. Самое распространенное слово, которое я прочитал из этого отрывка, это слово «однажды». Однажды в истории случилось то, что больше никогда не повторится. То, как именно были созданы люди Богом. Это было однажды, и это было неповторимое событие. И оно больше никогда в истории человечества не повторится. Однажды эти люди отступили от Бога, проявив непослушание, пали, и мы называем это грехопадение. Это случилось, друзья, однажды. Больше этого в истории не будет, так как случилось это тогда. Есть очень много вещей, которые случаются однажды в истории. Никогда больше солнце не стояло над Гаваоном, как тогда. Когда шла война у Иисуса с Амаликом. Это было однажды. Однажды тень пошла на 10 ступеней назад по ступеням Ахазовым. Больше никогда этого не было и не будет. Это было однажды. Однажды случилось непорочное зачатие от Духа Святого молодой девушки по имени Мария. И был рожден Христос. Это было однажды в истории. И оно больше никогда не повторится. И мы потом однажды прочитаем в Писании, что Бог явился во плоти. И это случилось однажды. Больше такого никогда не будет. Это в истории то, что произошло однажды. Однажды Иисус пойдет на крест. И больше такого в истории никогда ни с кем не случится. И причина, почему Иисус пошел на крест, она озвучена здесь, в этом отрывке, который я прочитал, чтобы поднять грехи людей. Взять на себя. Стать проклятием. Однажды в этот мир пришел я и ты. И больше никогда это не случится. Однажды каждый из нас был рожден в этот мир. Каждому из нас однажды родители дали имя. И больше никогда это не случится. И каждый из нас является индивидуально уникальным перед Богом. Неповторимым перед Богом. И другого такого подобного нет, если даже ты близнец. У тебя собственная жизнь. Собственный путь. И собственный конец. Однажды мы уйдем из этой жизни. И однажды утром, возможно, или ночью больше не откроются наши глаза, как сегодня утром уже не открылись глаза нашего брата Петра Стукова. И это случится, друзья, однажды. И мы прочитали с вами, что однажды еще произойдет одно событие, которое больше никогда тоже не случится. Однажды оно произойдет. Что это за событие? А мы прочитали с вами, что во второй раз он явится. И причина, почему это случится, озвучена здесь. Он придет за теми, кто его ожидает. Чтобы забрать их с земли. Он придет за своими. Мы говорим, он придет за своей церковью. Он придет, чтобы взять эту церковь с земли. Взять вместо своей славы. Однажды мы предстанем пред Ним, Я и Ты. На суд. Почему мы прочитали вместе с вами так, что человеку положено однажды умереть. И никто от этого не уйдет. А потом? А потом суд. И вы скажете, что верующий на суд не приходит. Но перешел от смерти в жизнь. Верующий не будет судим Богом перед Белым Престолом. Со всем остальным миром. Но каждый верующий предстанет на суд Божий. Перед Богом. Однажды человек услышит эти слова. Хорошо, добрый и верный раб. Войди в радость Господина Твоего. И однажды человек услышит эти слова. Идите проклятые в огонь вечный. Я никогда не знал вас. Друзья, есть то, что случается периодически. То, с чем мы стыкаемся каждый день, каждое утро солнце встает над нами. Но однажды и оно померкнет. И луна не даст своего света. Знаете, это вечное будущее человека. Оно решается здесь, на земле. И меня, как верующего человека, должно это очень волновать. И если Иисус предупреждает о том, что Он еще раз явится. И явится за Своей Церковью. И явится впоследствии, чтобы осудить этот мир. То Христа можно ждать по-разному. Можно что-то делать в это время. Можно ничего не делать. Можно ждать с нетерпением Иисуса Христа и радостью. А можно ждать этого Христа со страхом. Можно ждать Его сегодня. Можно ждать Его сейчас. Можно ждать Его когда-нибудь. Когда-то. Он должно все равно прийти. Можно ждать Христа, сохраняя и храня верность и веру. А можно не переживать абсолютно об этом. Где я нахожу себя сегодня? Люди, посвятившие свою жизнь, они Его ждут всегда. Почему? Они Его ждут постоянно. Почему? Они переживают об этой встрече. Они хотят этой встречи. Почему? Потому что это встреча с их любимым после долгой разлуки. Встреча, несущая надежду и будущее. И вот я хочу с вами при Божьей помощи более детально посмотреть, что ожидает нас в будущем, если это интересно для вас. Если это волнует вас, если это важно вам, если это ценно тебе, если ты об этом думаешь, мечтаешь, переживаешь, этого хочешь. Друзья, очень интересные вещи. Нам так кажется иногда, что в Библии очень мало сказано о вечности. Хор пропел нам сейчас, край родной, там все классно, все круто, там все супер, там ну просто, ну все. Да, я согласен. Но не для всех там будет все классно и круто. Вы скажете, как? Библия открывает нам страницу вечности. Давайте мы попробуем немножко туда заглянуть. В то, что открывает нам Писание. Нет, не мистика никакая, это не иллюзии, не сны какие-то. То, что открывает нам Библия. Известный текст, который мы читаем. Второе послание Коринфянам, пятая глава. Мы читаем с вами десятый текст. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Итак, этот текст, друзья, открывает нам маленькую деталь, очень важную. Судьбоносную деталь. Для каждого из нас, кто называется верующим человеком. Оказывается, что у Бога будет разговор с каждым из нас. И это место называется судилище Христова. Для чего оно будет? Здесь в этом тексте апостол Павел открывает причину, почему оно будет, для чего оно нужно. Там будет происходить оценка жизни и служения каждого из нас самим Богом. И вот там, на этом судилище, мы будем или получать награду у Бога, или будем терпеть урон. Там мы с дерзновением посмотрим Иисусу в глаза, или от стыда опустим эти глаза. Там мы посмотрим, что жизнь, которую Бог мне дал на земле, она была очень коротная, но это была жизнь, чтобы я приготовил себя для жизни в вечности. Интересно, друзья, что в жизни бывают разные моменты. Мы иногда спотыкаемся, мы иногда падаем. Мы встаем, мы побеждаем, мы терпим поражения, мы сожалеем о каких-то неправильных поступках, мы радуемся добрым вещам. И не всегда, живя в теле, мы делали доброе. Давайте будем честны. Перед собой, не всегда, живя в теле, мы делали только доброе. И вот для того, чтобы определить, было доброе или плохое, нужна не человеческая оценка, а Божья. И мы прочитали с вами здесь, дабы получить соответственно тому, что человек делал в теле, живя в этой короткой жизни доброе или худое. Знаете, иногда мы делали вроде бы доброе, но я всегда так говорю, без любви. Мотивация была наша неправильна. Иногда делали мы доброе, но делали так, как фарисеи, чтобы нас заметили и похвалили обязательные люди, получить лайк от людей. Мы иногда и наделали доброе, друзья, но чтобы получить что-то взамен, иногда мы так делаем доброе, иногда мы делаем доброе, но без правильной мотивации перед Богом. А иногда мы в жизни могли делать недоброе. Мы все на это способны, я и вы. И Писание констатирует этот факт, что в жизни верующие люди иногда могут делать недобрые вещи. И мы все на это способны. Мы осознаем, мы каемся, мы просим потом прощения. Иногда уже не у кого попросить прощения. Смотришь, хотел бы это сделать, а человека уже нет, он ушел, не успел. И вот из наших дел, из наших поступков, из наших состоит наше строение, которое мы сделали или строили на этой земле. Это доброе основание для будущей вечной жизни. И вот там Иисус будет делать эту оценку. Нашей жизни и нашего строения. Огонь испытает все. Поэтому Павел говорит, чтобы мы не судили прежде времени никак. Почему? Потому что есть судья справедливый и судья праведный, Бог. И есть его судилище. И есть этот Божий, трезвый, справедливый взгляд на нашу жизнь, на наши услужения, наши поступки. И эту справедливую оценку дает только Бог. Доколь они ей придет тот, кто обнаружит все то, что было сделано тайно от людей. Братья и сестры, тайно от людей, это не означает всегда, что это сделано было плохо. Но оно сделано было тихо, незаметно, не афишируя, не крича перед собой. Оно сделано было в тайне от людей, скрыто во мраке было. Но оно сделано было пред Богом. Оно сделано было из правильных побуждений, из мотивов. И таких дел и поступков в жизни людей очень много. Бог фиксирует это все. 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 И еще раз все. Бог видит это все. И Бог помнит это все. Поэтому мы, как слуги у Бога, которые получили определенное задание от Бога на этой земле, мы должны будем за нашу работу, за то, что мы получили от Бога, отчитаться перед ним. А это значит, мы должны предстать на Божий суд. На Божий анализ. Это значит, что мы должны будем дать отчет. И если мы оказались верными рабами и слугами у Него, мы услышим эти слова. Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего, моего. Почему, друзья? Потому что Иисус сказал однажды, там, где я, там и слуга мой будет. И в этом на земле мы все братья, во Христе. И нам только остается жить по-братски. Иногда это очень сложно. И если на этой службе у Бога я остался верным, то я с Ним буду. И эту верность мою определит Бог, степень моей верности, степень посвященности. И если я здесь с Ним страдал, то я имею огромный шанс, так говорит Писание, быть вместе с Ним и прославленным. Братья и сестры, я хочу озвучить первую мысль. Я хотел бы, чтобы мы это очень поняли. Личность, которой я являюсь сегодня, определит награду, которую я получу завтра. Друзья, это понятно всем? Личность. Я стою перед вами сейчас. Личность, которой я являюсь сегодня, определит награду, которую я получу завтра. Я думаю, мы придем на небо, там все прошлое забудется, все новое начнется, начнется райская жизнь. Братья и сестры, не так. Знание того, что всем нам должно явиться предсудилище Христова, и что мы должны будем там дать отчет за нашу жизнь, оно должно побуждать нас, людей, верующих на этой земле, быть верными Богу. И притом до конца. Потому что нам должно явиться туда, чтобы получить, чтобы получить награду из рук Христа или потерпеть урон. А это сделает Господь. Некоторые люди думают, что печали на небе не будет. И так мы читаем книгу Откровения, что на небе не будет печали. Братья и сестры, будет на небе печаль или не будет? Скажите, за все то, что мы сделали неправильно в жизни, будет нам стыдно перед Богом или нет? А что такое стыдно? А что такое стыдно? Что вызывает в человеке стыд? Когда ты делаешь что-то неправильное, когда ты делаешь что-то несоответственно тому, что учит Бог, это вызывает в тебе реакцию на твои неправильные поступки. И жизнь, которая была прожита для себя. Жизнь, которая была потрачена для себя. А мы читаем в этом же послании к Орифинам, Павел говорит, что он умер и воскрес для того, чтобы живущие уже в теле люди здесь на земле не для себя жили, а для умершего за них и воскресшего. Поэтому, когда мы понимаем, что Иисус Христос дал нам все, то он рассчитывает на то, что наша жизнь будет посвящена ему. И поэтому, все, что вы делаете, так учит Писание, словом или делом, делайте во имя Господа Иисуса Христа, никаких больше других мотивов. Только все то, что сделано во имя Божие и сделано было с любовью к Богу и людям, оно будет засчитано у Бога. Иисус Христос дал нам абсолютно все. Посмотрите, книга Откровения, первая глава, пятый, шестой текст. От Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, Ему, возлюбившему нас, перечисляйте, и омывшему нас от грехов наших крови своей, и содделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков, аминь. Вот что сделал для нас Христос. Все. В конечном итоге Он называет нас царями и священниками благодаря своей жертве. И мы читаем в 21 главе, мы читаем в 21 главе, четвертый текст, и отрет Бог всякую слезу, значит печаль будет. Но эту печаль уберет Бог. Мы придем с этой печалью, мы придем с нашими слизьми туда, с переживаниями земли придем туда, но место, которое есть у Бога, это место радости, и написано, что и там Бог, там аннулирует все это. Он уберет это. Но мы с этим туда придем. Отрет Бог всякую слезу смерти не будет написано уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Закрыто файл. Дальше туда не возвращаемся. Иногда люди очень часто, даже верующие, игнорируют, братья и сестры, судилище Христово. Они не придают этому очень серьезное значение. Друзья, я хочу поменять наше мышление, чтобы мы правильно посмотрели на эту вещь. Это очень серьезная встреча. Очень серьезный разговор у Бога с нами. Иногда нам так кажется, что наши грехи прощены все. Правда? Бог простил нам наши грехи. Что может быть еще я на небе посажен? Царственное священство? Со Христом сижу на небесах? И некоторые люди представляют для себя судилище Христово не судом. Знаете, но это не так. Абсолютно не так. Почему? Потому что вот как раз мы прочитали, дабы получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, значит, это будет определенный Божий анализ. Что такое анализ? Это когда вы берете, приходите в поликлинику, в больницу, и у вас берут кровь. Вас взяли кровь. На эту кровь отдают на анализ в лабораторию. Что делает лаборант? Он раскладывает вашу кровь на мелкие части. Вот так взял и развернул и то, из чего состоит ваша кровь. Для чего? Ему нужно определить, состояние ваше сегодня. Вот, друзья, Бог так развернет нашу жизнь на части. И Он покажет нам настоящую правду о нас, картину о нас Он покажет. И наш Отец Небесный, Он будет судить нас, верующих, но мы навсегда останемся Его детьми. Друзья, история с Ананей и Сафирой. Я думаю, что и в этом зале нет у некоторых людей одного понятия, куда же ушли Ананей и Сафирой, в рай или в ад. Друзья, куда ушли Ананей и Сафирой? Будучи христианами, Бог наказывает своих детей за ложь. Физической смертью. И Ананя и Сафира будут в раю, но будут судимы Богом за свой поступок. Вы скажете, нет? Тогда читайте послание Коринфянам, которое мы читаем каждую вечерю здесь. Что там написано, братья и сестры? Будучи же судимы. Кем судимы? Сами собой. Свои поступки, свою жизнь, будучи же судимы. Мы бы не были судимы от Бога, но если мы не судим самих себя, тогда Бог в их стороне, как судья для нас. И написано, что Он, тогда от этого из вас немощны, многие и больны, и что дальше? И немало умирает. Эти люди, которые немало умирают, куда они идут? В рай или в ад? Друзья, они идут в рай, но будут судимы Богом на судилище Христа за свои поступки и за свою жизнь, если это его дети. И этот опыт говорит нам, опыт Анании и Сафира, он говорит нам о том, что Бог судит оправданных грешников. Бог судит оправданных грешников. И если Он судит нас на земле иногда даже до физической смерти, то Он будет судить нас на небесах за то, как мы жили здесь, на этой земле. Вы помните, когда вы открываете вторую книгу царств? Двенадцатая глава. Я хочу, чтобы вы посмотрели сердце Бога. В какого Бога я и вы верую? Двенадцатая глава книги царств, тринадцатый, четвертый и четырнадцатый текст. «И сказал Давид Нафану, согрешил я пред Господом». Друзья, что это значит? Осознание своей вины. Дальше что сказано? «И сказал Нафан Давиду, и Господь снял с тебя грех твой, но ты не умрешь». Братья и сестры, Давид был осужден за свой грех после прощения. Мы будем судимы за наши поступки, неправильные или правильные, живя в теле после нашей земной жизни Богом. Учение Библии, оно говорит, что Небесный Отец, Он прощает Свои детей, но Он также наказывает их. Небесный Отец, Он прощает Свои детей, но Он также наказывает их. И мы не должны думать, что все верующие люди одинаково переживут судилище Христово. Не все. Далеко не все. Далеко не все. Почему? Потому что события, которые будут происходить на судилище Христовом, они будут иметь вечные последствия для каждого из нас. Непоправимые последствия. Там ничего нельзя поменять. Там будет одно решение у Бога, один приговор. Там будет одна награда, вынесение этой награды на веки веков. Там ничего нельзя будет. Поэтому земная жизнь, короткая, она дается для того, чтобы в правильном состоянии перед Богом стать, иметь дерзновение, посмотреть ему в глаза. И если есть разные виды наказания в аду, во что я верю, что ад будет для грешников, для дьявола, для его ангелов, но разные наказания для этих грешников будет в аду, то если это так, то и разная степень награды для каждого верующего будет на небесах. Почему? Потому что так говорит Писание, каждый из нас получит соответственно тому, что он делал живя в теле, добрый или худой. И каждый получит, написано дальше, процитируем, по мере добра, которую он сделал живя в теле. Есть мера, и по этой мере Бог будет определять нашу награду. Братья и сестры, в конечном итоге все на небесах будут счастливы, так как пропел хор. Потому что Бог утешает нас, вытирая нам наши слезы, но мы не будем на небе пользоваться одинаковыми привилегиями. У нас не будет на небе одинаковый статус. И наша земная жизнь, она имеет огромнейшее значение, для нашей вечности. Мы не учитываем это. Мы не живем этим. Мы не думаем об этом. А Павел не видел, братья и сестры, Павел не видел противоречия между учением об оправдании поверия, который мы получаем во Христа, и что мы будем судимы за наши дела со времени нашего обращения. Вот с того момента, как человек покаялся и начал жизнь с Богом и в Боге, мы говорим, его христианский путь начался. Вот за этот христианский путь он будет судим Богом, так как прошлое до Христа покрыто Богом и прощено. поэтому вера в то, что наши дела не имеют никакой ценности перед Богом, это неправильная вера. Потому что, если эти дела перед Богом и для Бога, и в Боге были соделаны, они очень ценны в глазах Бога. За эти дела Бог будет награждать нас, верующих в Бога. Реформаторы как-то подчеркивали, да, что мы спасены благодатью, а не делами. Некоторые даже богословы пробовали утверждать, что наши дела, они не имеют никакой ценности после нашего спасения, братья и сестры, но это не так. Когда мы читаем послание семи церквям, это послание в книге Откровения, оно показывает, что некоторые верующие, они получают по хвалу от Бога, а некоторые верующие обвиняются этим Богом. И поэтому наши действия, я сказал, до нашего обращения, они не имеют уже никакого значения в глазах Бога, никакой ценности наши дела, которые мы сделали до нашего обращения. Почему? Потому что Бог выбивает из наших, из-под наших ног эту опору, на которой мы могли бы стать. И этот текст Писания Ефесянам 2, 8, 9, 10, Он говорит, что благодатью вы спасены. И средство, через которое мы получаем спасение, вера. А что дальше? Не отдел. Не отдел, чтобы выбить эту похвалу, эту опору, на которой бы человек мог сослаться, опереться и с этим пред Богом предстать. Бог выбивает это, Он говорит, моей благодатью, жертвы Христа, через веру. А вот то, что ты потом делаешь, это следствие твоей веры. И вера без дела, она, она мертва. Бог любит видеть наши добрые дела, почему это причина, почему новое творение Он образует во Христе. Ибо мы созданы, дальше процитируем этот текст, идем дальше, мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. потому Он делает этот особенный народ ревностный, написано, к любви и ревностный к добрых делам. Братья и сестры, но мы, получив спасение от Бога и оценив Божью любовь на нас, мы должны нашу жизнь посвятить Богу, теперь посвятить жизнь, стать на путь угождения Богу. Я прожил немножко, совсем мало, но никогда не видел, не слышал, понятия даже не имею, чтобы кто-то сделал так, как написано в Евангелии от Луки, Евангелии от Луки в 14 главе. Написано здесь так, 13 текста, 14 глава Луки, но когда делаешь пир, зови нищих, у вечных, хромых, слепых, что дальше написано, братья и сестры? И блажен будешь, что они не могут воздать тебе. Почему? Ибо воздастся тебе, где, братья и сестры, где воздастся? В воскресении праведных. Мы когда делаем пир, кого зовем? Ну, тех, кто может что-то дать нам, правда? Бизнесменчиков, богатеньких там, тех, друзей, выбираем тщательно, от кого мы можем получить, ну, чтобы потом в конце собрать. Скажите, кто из нас, я тоже это не делал никогда, я не делал это никогда, вы делали это? Когда вы сделали пир и позвали туда хромых, слепых, нищих, увечных, и единственной целью вашей было то, что они не могут ничем воздать вам. А почему? А потому, что вы жили перспективой неба, вы знали, что если вы это сделаете здесь на земле, то вам вернется там. Кто из нас живет такой перспективой? Небо, что там, воскресенье праведных, будет моя награда. После нашего обращения, братья и сестры, даже наши самые добрые дела, сами по себе, они не имеют никакой ценности, но если эти дела мы делаем ради Христа и для Христа, они ценные в глазах Бога. Бог оценит это. И потом, когда Бог это оценит, Он захочет, Он захочет тебя отблагодарить, Он захочет тебе положить, и Он берет наши вот эти несовершенные, очень часто дела, и Он делает их ценными в своих глазах. Я хочу сказать, что одна неправильная мысль существует у людей. Мы не должны думать, что Бог должен платить нам как работодатель. Те, кто нанимается к вам на работу или вы к кому-то, за что вы получаете деньги? Ну, вы получили деньги за часы, вы получили деньги за спирифиты, вы получили деньги за проект, вы получили деньги, как вы там договорились, но кто-то нанял вас, дал вам работу и в конечном итоге заплатил вам. И вы вот этой платы ждете. А знаете почему? Потому что кроме денег вас больше с этим человеком ничего не связывает. А хотелось спросить, а что нас связывает с Богом? Нас связывает деньги? Нас связывает вот та награда, о которой мы думаем вечности получить, и ради награды мы вот здесь пашем, 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 трудимся, трудимся в имя Господа. Для чего ты трудишься во имя Господа? Если твоим трудом и желанием угодить Богу не является любовь к этому Богу, все напрасно. Если прежде всего тебя не связывает отношение любви с этим Богом, все напрасно. Почему? Потому что, друзья, Бог обещает наследство. Что такое наследство? Это то, что нельзя заработать. Никогда, за всю жизнь нельзя наследство заработать. Дети, нельзя наследство заработать. Хотя написано, что дом и имение наследство от родителей. А скажите, все дети получают наследство? Не все. Почему? Потому что отец смотрит на поведение сына. Если он мод и пьяница, если он беспутный и непослушный, если он транжира, если он непутевый и глупый, никогда отец не перепишет наследство на него. Это несправедливо и нечестно и неправильно. Поэтому наследство нельзя заработать. Наследство наследует. и отец проверяет, достоин ли его ребенок, его сын, наследство. Отец оценивает это. Там нет почасовой оплаты в отношении мужа и жены, в отношении родителей и детей, в отношении верующих людей и Бога. Нет почасовой оплаты. Бог нас так не нанял, как слух на работу. Но из великой своей милости и любви Бог обещал это сделать. Понимаете, друзья, почему? Потому что он Бог богатой милостью. И он хочет вознаградить нас, но не ленивых, а трудолюбивых. И конечная награда, конечная награда, самая конечная, последняя награда, это править с Иисусом Христом как сонаследники той славы, которая откроется впоследствии. Помните, что написано в этой же послании в Евангелии Луки 17 главе, там написано десятым текстом. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы, ничего не стоящее, потому что сделали, что должны были сделать. братья и сестры, очень эгоистично служить Богу и видеть свою награду как мотивацию для нашего служения Христу здесь на земле. Очень неправильно. Очень эгоистично, очень себе любиво. Мы должны служить Богу только исключительно из любви к Нему, смотря на то, что Он сделал для нас во Христе. Поэтому награда, она очень связана с ответственностью. Награда, братья и сестры, она связана с ответственностью, которую мы получим вечности. Я хочу спросить всех семейных, почему вы каждое утро встаете? Что заставляет вас вставать? Где вы берете этот стимул? Где вы берете эту мотивацию? Где вы берете это побуждение к действию? Где этот стимул вставать каждое утро, идти на работу? Возможно, эта работа нелюбимая 300 раз. Где этот стимул напрягаться? Где этот стимул хранить, созидать, отдавать, возделывать, стимул жертвовать? Где вы берете этот стимул? Что вам и движет? Когда нам легко все это делать? Вот то, что я перечислил. Знаете, легко тогда делать, когда ты любишь. это для тебя не тяжело. Да, идти на тяжелую работу не тяжело. Тогда, когда ты знаешь, ради чего ты это делаешь. Ради кого ты делаешь? У тебя есть объект любви. И ради этого объекта любви ты поднимаешься каждое утро. Ты поднимаешься, ты напрягаешься, ты идешь и делаешь это с легкостью. Почему? Ради любимого ты встаешь. ты не встаешь ради себя. Потому что у тебя есть объект любви, поэтому это Божий подарок. Для нас Божья любовь, друзья, это Божий подарок. Он предложил самого себя. Он предложил самого себя. мы сейчас будем молиться. Если даст Бог жизнь, мы всегда это должны говорить, если даст Бог жизнь, мы продолжим наше рассуждение. Мы продолжим с вами читать Писание и смотреть с верой в будущее и что-то менять в нашей жизни. Потому что там будет последний итог и итог бесповоротный. Но на земле еще есть возможность что-то изменить. На земле есть возможность переоценить. На земле есть возможность покаяться. На земле есть возможность что-то исправить. На земле есть возможность поменять мышление, поменять приоритеты, поменять ценности. Отношение свое к Богу, ко Христу, мое сердце На земле есть возможность. Придет момент, когда больше этой возможности не будет. И приговор Христа, он будет очень четким и ясным и понятным. В малом ты был, что? Верен. А где это в малом? Вот там на твоей кухне, сестричка, где ты стоишь. А если ты варишь борщ, думаешь, Боже, какое наказание? Когда же эта стирка закончится? Сколько этой уборки можно делать? Эти дети кричат. Если ты рассматриваешь это как наказание, но не как служение в твоей жизни, это суета и томление духа. Но если ты рассматриваешь это как служение, это оценится Богом. Самое малое, мелкое, самое малое, оно чаша холодной воды. Бог не пропустит ее. Он запомнит это. Он оценит это. Он за это тебе воздаст. Поэтому у нас сегодня время есть, когда мы можем это переоценить, братья и сестры. посмотреть, что идет этот момент очень скоро, нашей встречи со Христом. И то, та личность, которой я являюсь сегодня здесь, она будет определять мое завтра. И вот все то, что будет происходить завтра, в вечности, если Бог позволит. Мы будем говорить с вами в следующий раз. Давайте помолимся. Аминь. Аминь. Деснебесный, благодарим тебя за то, что есть возможность сегодня тихо, спокойно, мирно прийти в молитвенный дом для того, чтобы встретиться друг с другом и вместе открыть Евангелие и услышать Слово. Слово от тебя, Слово истины, которое способно сегодня оживлять и изменять нашу жизнь. Преображать нашу жизнь в образство Его Сына. Потому что однажды мы встретимся. И помни нам так прожить нашу жизнь, чтобы нам не было стыдно. Мы не всегда поступаем правильно. Мы осознаем это, мы каемся, исповедуемся перед тобой. Мы рассчитываем на твою огромную милость. Но ты рассчитываешь и на нас тоже. Что мы окажемся людьми, на которых ты смог бы положиться, доверив нам свое дело по спасению грешников на этой земле. Пусть это Слово останется в нашем сердце, когда мы разойдемся, чтобы мы всегда помнили, что будет эта встреча. Когда мы отчитаемся. Когда у нас будет разговор с тобой. Я бы сказал, что будет разговор твой с нами. Поэтому остаться данными верными в этой жизни до конца. Будь прославлен в нашей жизни, в хождении, в служении, в работах, в семьях наших, в жизни нашей. Потому что ты один достоин славы. Бог наш Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.